Совсем не было ориентации, дезориентирован в пространстве, координация абсолютно была нарушена. В таком состоянии месячный бельчонок попал в руки ветеринаров. По словам очевидцев, животное упало с дерева и оказалось в лапах бродячих кошек и собак. Пушистого пациента в стационаре окружили любовью и заботой. С первых дней малыша поили из соски, а позже он начал справляться и сам. Наш пациент сегодня уже себя достаточно хорошо чувствует. Идет на поправку, считается стабильным. Правда, жить в естественной среде он больше не сможет. Теперь бельчонок скорее не дикий, а домашний зверек. Обживаться на новом месте готовится и пес по кличке Эрни. Осталось найти ему добрых хозяев. Сильно в пожаре пострадала роговица глаз. Поступил он к нам в состоянии средней тяжести. Было тяжелое отравление у него продуктами горения. Эрни пострадал в лесном пожаре в Тюменском районе. Сильно обгорела шерсть, морда, ротовая полость и подушечки лап. Пес вышел за помощью к людям прямо из огня. Ветеринары уверены, собака домашняя. Правда, прежние хозяева Эрни до сих пор не откликнулись. Парень с характером. Поэтому работать с ним первое время было достаточно тяжело. Была с его стороны агрессия, но спустя некоторое время он стал к нам привыкать. И вот уже, как видно, дает даже близкие контакты. Здесь находят общий язык с самыми разными животными. Вот на процедурах экзотический зверек отряда кошачьих Цвета. А недавно выписали кенгуру. За лечение таких пациентов в Тюмени мало кто берется. Все четыре конечности, к сожалению, не удалось спасти. У нее вот передние, они более длинные остались. А задние, они у нее совсем маленькие. И, к сожалению, двигаться самостоятельно, передвигаться она не может. Эта зима оказалась трагичной для Онежки. Она обморозила лапы, хвосты и уши. За время лечения кошки так привыкли, что решили оставить ее в клинике. И теперь она полноценный член большой семьи. Елена Старожук и Дмитрий Бурматов. Тюменская служба новостей.